Здравствуйте, друзья! С вами я, Никита Образцов. Очень уж мне понравилась эта локация на фоне прекрасной горы, и там должен быть виден ледник-семерка. Я даже с палкой сюда зашел для того, чтобы получить этой палкой по голове и для того, чтобы снять для вас ролик. Поскольку обычно мои ролики требуют длительной подготовки, а сейчас у меня вот настроение спонтанно о чем-то с вами поговорить, я выбрал тему, в которой я довольно неплохо разбираюсь и о которой у меня есть свое мнение, которым я хотел бы с вами поделиться. Это ролик в формате реплика. Кстати, другие реплики вы можете найти в плейлисте по ссылке в правом верхнем углу. Тема ролика – взаимоотношения между религией и наукой. Сегодня в очередной раз мне на глаза попалось имя Стивена Джей Гулда. И я вспомнил о том, что давным-давно, когда я еще писал магистровскую диссертацию, я как раз-таки в свой опросный лист включил его вот эту теорию NOMA – Non-Overlapping Magisterius. И как раз об этой концепции я бы хотел с вами сегодня поговорить. Стивен Джей Гулд – очень известный эволюционный биолог, то есть действительно признанный в своей сфере ученый, который, однако же, отметился рядом альтернативных точек зрения, в том числе на прогресс в ходе эволюции. Мне пришлось в очередной раз переместиться. Теперь на фоне нет красивейшей горы, зато теперь есть лес. И есть новая официально открытая личность – Нигита Лесничий, который ходит вот с такой палочкой по лесу, наслаждается пением птиц и вкуснейшей черникой, которая здесь растет в огромных количествах. Его теория прерывистого равновесия изначально воспринималась как противопоставление синтетической теории эволюции, которая являлась и до сих пор является мейнстримом. И Гулд сам зачастую критически высказывался о синтетической теории эволюции. Но впоследствии Гулд смягчил немножко свой тон и признал, что его концепция – это скорее дополнение к синтетической теории эволюции. И вообще, к сожалению, Стивен Джей Гулд пал, можно сказать, жертвой своего радикализма, который он транслировал в ранних работах, потому что его очень успешно аппроприировали младоземельные креационисты и прочие альтернативные деятели на ниве естественных наук. Почему? Очень просто. Если есть ученый, который действительно признанный ученый, при этом выступает против мейнстрима, то почему бы себе не забрать его? Почему бы не сказать «он за нас? Он такой же, как и мы». Поэтому мы никакие не маргиналы, мы никакие не отщепенцы общества, мы вполне себе признанный ученый, вот потому что даже Стивен Джей Гулд за нас. Хотя Гулд никогда не высказывал идеи, подобные младоземельному креационизму. Он высказывался именно в поддержку концепции эволюции, просто в немного трансформированном виде. Но во многом из-за такой любви к нему младоземельных креационистов, к сожалению, у Гулда сложилась не самая положительная репутация. Скажи мне, кто тебя хвалит, и я скажу, кто ты. Если вас будет хвалить кто-то наподобие Кента Ховенда, то вряд ли у вас все в порядке с научной репутацией. К сожалению, Гулд пал жертвой вот этого своего раннего радикализма. Ну и, конечно, Гулд вошел в историю благодаря полемике с Ричардом Докинзом и критике, который подверг его Ричард Докинз во всемирном бестселлере «Бог как иллюзия». Дело в том, что Гулд разработал свою концепцию взаимодействия религии и науки. Эта концепция получила название «Но-ма» – непересекающаяся магистерия, или, можно сказать, параллельные, несвязанные между собой сферы. Суть концепции Гулда состоит в следующем. Религия и наука имеют дело с принципиально разными вопросами человеческого бытия. Поэтому они не могут конфликтовать, они друг другу не противоречат, потому что это просто параллельные прямые. По Стивену Джей Гулду наука имеет дело с бесценностным знанием, имеет дело именно с фактами, в то время как религия с ценностями, целями и этикой. Для Гулда характерен такой призыв к терпимости между наукой и религией. Он выступал против радикальных позиций с обеих сторон, как против радикальных атеистов воинственных, так и против тех же самых младоземельных креационистов, которые пытаются науку подменить прямым, буквальным чтением священного писания. И, кстати, сам Гулд был агностиком, скорее склоняющимся к атеизму, а не к вере. И здесь есть очень прямая и понятная аналогия. Наука и искусство. Если мы возьмем роман «Война и мир», в котором Лев Толстой, кстати, свои личные комплексы, свои огромные уши, свою вот эту уродливую бородку пытался компенсировать за счет ненависти к Наполеону и просто унижению Наполеона. Искусство — это абсолютно субъективная сфера, в которой можно писать все, что угодно. И в рамках, например, концепции Толстого Наполеон — это просто ничтожество, это просто какой-то мелкий человечек, который проходил мимо, его просто внесли в дворец Тюльри, и он там стал императором. Абсолютно случайно, потому что роли личности в истории никакой нет. И есть реальные факты. Есть реальная наука, которая исследует войну, например, 1812 года. Есть ли противоречия между войной и миром и реальными событиями, теми, как их представляет наука? Конечно, нет. Потому что Лев Толстой никогда и не претендовал на то, чтобы излагать какую-то истину. Он просто пишет о том, о чем он хочет писать. Он может писать абсолютно любую галиматио, ему ничего за это не будет. То же самое Модильяне, который вытягивает лица своих персонажей, как пел Оксимирон в одном из треков. И понятно, что это противоречит всем существующим законам биологии, не бывая таких лиц, не бывая таких антропоморфных существ. Но вряд ли кто-то будет разоблачать художника за то, что он вот так изобразил человеческое лицо. Ну или Пикассо здесь еще приходит на ум. Вот примерно то же самое с взаимодействием науки и религии. Почему бы не распространить принципы, которые действуют в отношении взаимодействия науки и искусства, на взаимодействие науки и религии? Почему бы нет? Что в этом плохого? И на самом деле Гулт, конечно, описывает не реально существующее положение вещей, потому что оно в действительности не такое. Скорее Гулт описывает свое видение того, как должно, как могло бы в идеальном мире выглядеть взаимодействие религии и науки. То есть концепция НОМА, в моем, по крайней мере, понимании, описывает не реальность, а некую идеальную модель реальности. Вкусная черника. И, конечно, против этой концепции выдвинуто огромное количество аргументов. В частности, вы можете почитать главу, которая так и называется НОМА, в книге «Бог как иллюзия» Докинза, где Докинз просто прошелся катком, проехался по этой теории. Местами, конечно, Докинз не очень убедителен, но местами и вполне себе убедителен. Итак, какие аргументы против концепции НОМА можно привести? Аргумент первый. Исторический. Посмотрите на историю мысли. Разве можно сказать, что между наукой и религией не было взаимопроникающих идей? Неужели религия и наука действительно занимаются какими-то совсем несвязанными вещами, и они никогда друг друга не проникали? Конечно, это не так. Поэтому Гуду сразу на это указали, что вы городите какую-то чушь, потому что посмотрите на историю развития мысли, посмотрите на конкуренцию между религией и наукой, особенно в 17-18 веках. Как можно говорить, что это какие-то не пересекающиеся якобы сферы компетенции? Второй аргумент против концепции НОМА. Религия и наука задают разные вопросы о действительности, но действительность одна и та же. Поэтому нельзя говорить о том, что они совсем никак не пересекаются. Ну и третий убойный аргумент, который тоже апеллирует к реальности, состоит в следующем. Многие верующие убеждены в том, что их вера также основана на фактах. А Гулт нам говорит о том, что факты — это сфера науки. Следовательно, мы уже видим конфликт. Если, допустим, мы говорим о каком-то святом, потому что для канонизации святого, например, в католической церкви, необходимо, насколько я знаю, подтвержденное и достоверно установленное существование чудес, связанных с этой фигурой. И разве можно говорить, что это никак не касается науки, что это никак не затрагивает научную сферу? Если вдуматься, то можно привести огромное количество примеров ситуаций, когда религия пытается апеллировать к фактам. И наука говорит, нет, постойте, вот факты — это наша сфера. Вы, пожалуйста, сидите там этикой, ценностями занимайтесь, чем-нибудь еще, но только не фактами. И, по сути дела, что здесь делает Гулт? Он религию впихивает в это прокрустого ложа. Он говорит, религия, пожалуйста, никогда не лезь в сферу факта. И сами верующие, особенно радикальные, те же самые фундаменталисты, говорят, нет, с чего вдруг? Мы будем заниматься фактами? Мы считаем, что в Библии буквально описан процесс создания мира так, как он был на самом деле. Почему вы себе вдруг экспроприируете сферу факта, наука? То есть на самом деле концепция Нома, она неприятна как сторонникам воинственного атеизма, таким как Докинс, который изобличает эту концепцию себя в книге, так и радикальным фундаменталистам, которые говорят, нет, что вдруг, с чего вдруг? Наука — это какое-то вот новое изобретение, и вообще наука — не наука. Туда еще философы-постмодернисты могут подтянуться, которые скажут, что вообще поиск истины — это буржуазная, значит, прерогатива, и вообще это инструмент угнетения. Поэтому Гулда атакуют и атаковали со всех сторон. Он пытается урезать все религии, привести их к какому-то единому идеалу. Религия, пожалуйста, вот сиди, вот твой загончик. Но далеко не все религии с этим будут согласны. Поэтому Гулда критикуют со всех сторон. И, кстати говоря, когда я писал магистрскую работу по теме движения Брайтс, как феномен современной культуры, я когда-нибудь сделал об этом отдельное видео, я в свой опросник, когда я проводил глубинное интервью, специально включил вот этот пункт про концепцию НОМА. Разделяете ли вы, уважаемые сторонники движения Брайтс, эту концепцию? И в подавляющем большинстве случаев ответ был «нет, мы такое не разделяем, мы считаем, что религия залезает на территорию науки, это недопустимо, мы сторонники науки, наука гораздо более эффективный способ познания мира, поэтому религия пока-пока. Оставайся где-нибудь в еще более узком загоне». То есть, смотрите, Гулда критикуют, с одной стороны, воинственные атеисты за то, что он слишком широкую компетенцию дает религии. С чего вдруг, пишет Докинс, «Вы, уважаемый Гулд, решили, что теологи владеют каким-то уникальным знанием относительно этики, например. Почему этим не может заниматься наука?» То есть Гулда критикуют за самоуничижение ученого, за то, что он отказывается от определенных сфер, и говорит, «Это все, это мы отдаем на откуп теологам». «Нет, — говорит Докинс, — так не пойдет». И с другой стороны, критикуют уже верующие Гулда за то, что он загоняет веру, религию, идею Бога в очень узкое прокрустово ложе. «Если вы следите за моим каналом, за моими идеями, за моими подходами, то я сторонник некоего срединного пути. Всегда, практически всегда. Я противник каких-то радикальных идей, и, казалось бы, я должен разделять идею Гулда Нома. Но она мне не близка, именно по тем причинам, которые я сейчас описал. Гулд рисует возможный образ далекого будущего, который к настоящему моменту не имеет никакого отношения. На сегодняшний момент, на мой взгляд, существует очевидный конфликт между некоторыми религиями. Опять же, когда мы говорим «религия», это моя любимая мантра, которую я повторяю из раза в раз, нужно уточнять, что вы имеете в виду, какую религию. Если даже сузить понятие религии до западного понимания христианства, до того же католицизма, то до сих пор существуют определенные конфликтные сферы между наукой и католической версией христианства. Несмотря на то, что католицизм очень и очень сделал большой шаг на пути к науке. Он там изменился за процесс над Галилеем, уже потихоньку идут разговоры о том, что гомосексуалы не самые ужасные люди на свете и так далее. То есть католическая церковь, она в этом смысле передовая в рамках христианства. Но даже там вот я привел пример с чудесами. Чудеса — это все-таки камень преткновения между религией и наукой. Я не считаю, что это противоречие антагонистическое, что оно неразрешимо, что вот либо религия, либо наука. There can be only one, как пелось в одной песне и в одном фильме говорилось. Но я все-таки считаю, что конфликт существует. Поэтому попытка, которую предпринял Стивен Джигулд, неудачная и необоснованная, и подлежит критике со всех сторон. И у меня даже появилась идея написать какую-нибудь статью об этой теории и о том, как в онлайн-дискуссиях и вообще в дискуссиях между атеистами верующими, между атеистами умеренными и атеистами воинственными эта концепция обсуждается. Потому что мне кажется, что это очень интересный вопрос. Большое спасибо за внимание. Очень рад, что вы посмотрели это видео. С вами был Лесничий Никита. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и подписываться на мой бусте, где вот сейчас, когда я вернусь из леса и из гор, будет очень много новых роликов, которые будут выходить только там. Например, я уже домонтировал и буду скоро выкладывать, как только у меня появится вменяемый интернет, ролик про Андрея Бумейстера и его на спор, и его дискуссию против концепции прогресса и его взгляды на общественный прогресс. Я там с ним нещадно спорю. Спасибо, что остаетесь со мной. До новых встреч. И мне на глаза сегодня опять в который раз попалось имя Стивена Джей Голда с его концепцией непересекающихся маджестерий. Или так, ну-ка лети, лети отсюда. Вот лети, лети. Что ж вы такие все борзые-то, а?